Новые жертвы в Мангистауской области. По официальным данным, один человек убит и 12 пострадали в ходе столкновения в Шатпе. Это село находится примерно в 150 километрах от города Жанаозен, где 16 декабря при разгоне бастующих нефтяников на площади убиты 13 человек и пострадали 86. В сообщении о оперативно распространенном Генпрокуратуре, произошедшем в Шатпе, говорится, что в полдень 17 декабря группа лиц заблокировала движение пассажирского поезда. Они выступили с призывами в поддержку участников событий в Жанаозене. Произошла задержка 7 пассажирских и 3 грузовых поездов. На вокзал были стянуты сотрудники правоохранительных органов. Как заявляют в Генпрокуратуре, после переговоров с собравшимися, большинство из них покинули станцию. Однако около 50 человек оказали сопротивление полиции, подожгли тепловоз. В полиции приняли решение силовым методом освободить железнодорожные пути. Поясняя применение оружия, в Генпрокуратуре заявляют. Пытавшиеся пресечь действия преступников, сотрудники полиции были подвергнуты нападению со стороны хулиганов, которые забросали полицейских бутылками с горючей жидкостью и камнями. Учитывая то, что действия хулиганов реально угрожали жизни и здоровью мирных граждан и самих сотрудников полиции, полицейские вынужденно применили оружие. Власти, в свою очередь, уверяют, что обстановка стабилизировалась, а также, что в населенный пункт направлены дополнительные силы сотрудников правоохранительных органов. Известно, что за первые сутки объявленного комендантского часа в Жанао-Зене были задержаны 60 человек. О развитии событий в самом Шатпее, в городе Жанао-Зене, где 16 и 17 декабря произошли кровавые столкновения с полицией, практически ничего не известно. Из-за плотной информационной блокады со стороны местных властей. 18 декабря группа журналистов независимых изданий, а также находившийся с ними лидер незарегистрированной партии ОЛГА Владимир Козлов были задержаны по дороге к населенному пункту Шатпе, отрядом спецназа. Спецназовцы сбили с ног и нанесли травмы журналисту газеты ОЛГА Мурату Тунгешбаеву. Офицер без знаков отличия грубо вырвал из рук журналиста редакционное удостоверение. Ну, здесь, значит, когда мы подъехали, в Щитпе заехали, подъехали к вокзалу, потом тут было скопление полиции, Мурат Тунгешбаев вышел, начал снимать, ну, тут пока журналисты все разворачивались. Его, значит, все были с ног, и офицер, который без знаков отличия и не представился, но, видать, который здесь руководил, выхватил пистолет, начал тыкать ему в лицо и кричать, чтобы он стер сейчас прям запись, а то иначе он там что-то там с ним делает. Мы сюда, когда подъехали, значит, уже Мурат как бы стоял, но все это было так возбуждено, и они взяли у него удостоверение редакционное. Мы потребовали вернуть удостоверение, они его не вернули. Мы заблокировали автобус с двух сторон, чтобы он не уехал, потому что они загрузились в автобус, собирались уехать вместе с удостоверением. Мы их заблокировали с двух сторон, они попытались, в общем-то, и ехать на нас, потом выскочили, нас со всех сторон сейчас окружили достаточно грубо, там, щитами потолкали, и сейчас мы стоим здесь, непонятно, они ждут какой-то команды. Тот, который офицер был, он куда-то ушел вообще, стоим как просто вот здесь вокруг нас полицейские и ждем, что будет дальше. Сейчас, значит, мы, пришел начальник РУВД, вернее, заместитель ДВД области, говорит, что давайте будем разбираться, кто там кого избил и так далее, потом. Сейчас корреспонденты у него, его опрашивают, что он хочет. То есть ситуация такая какая-то, ломкая. После переговоров с заместителем ДВД области группа журналистов в сопровождении полицейских отправилась в Женаузень. После беспорядков в Женаузене ситуация стала накаляться и в административном центре Мангистаусской области, городе Актау. На центральной площади с символичным названием «Согласие» в поддержку нефтяников Женаузеня стали собираться местные жители. Вели они себя достаточно спокойно, хотя из толпы были слышны выкрики о том, чтобы кто-нибудь из власти ответил за стрельбу по митингующим в Женаузене. На площади Интымак было выставлено милицейское оцепление, в том числе и из солдат внутренних войск, экипированы щитами и дубинками. Ближе к ночи собравшиеся стали требовать встречи с Акимом области Крымбеком Кушарбаевым. Нам сейчас нужно отобрать 30 человек, которые пойдут на переговоры. С другой стороны площади должен прибыть Аким области. Мы с ним встретимся и все обсудим. Но для начала нам нужно отобрать 30 человек. Утром 18 декабря на площадь Интымак пришли, по разным данным, до 400 человек, которые растянули перед полицейскими транспарант с надписью «Не стреляйте в народ». Собравшиеся требовали на переговоры представителей местных властей. На площади было много молодых ребят. Мы их не знаем, кто они такие и откуда. Наша забастовка длится уже 7 месяцев, но такого мы себе не позволяли. Те, кто начал беспорядки, это люди, пришедшие со стороны. В это же время в Жанаузене завершилась судебно-медицинская экспертиза тел погибших 16 декабря. Проведены все процедуры для опознания, но родственниками к этому часу опознано только одно тело. Гражданина Юсупова. Близкие и родственники других погибших на опознание не явились. Почему к нам никто не придет и не спросит? Люди, почему и для чего вы здесь собрались? Здесь не должно быть войны и кровопролития. Если есть проблемы, их надо решать. Например, скоро парламентские выборы. Кто пойдет голосовать в такой обстановке? Кто пойдет на выборы? Как сообщается в Актау, по заданию президента находится первый вице-премьер-министр Мирзак Шукеев. Между тем, в интернете появилось обращение за подписью якобы жителей Актау к президенту Назарбаеву с просьбой ввести по всей области чрезвычайное положение. Пока ЧП объявлены только в Жанаузене, а в больницу Актау минувшей ночью продолжали поступать раненые во время беспорядков. Сейчас мы находимся в областной больнице Мангистау. Мы поговорили с заместителем главного врача Нурланом Мухановым. Он сообщил, что за три дня поступили 38 пострадавших, а сами пациенты говорят о большем количестве раненых. Пострадали много мирных жителей. Например, парень по имени Бауржан говорит, что получил пулю в спину, когда переходил улицу. Стреляли полицейские и бойцы спецназа. За последние несколько дней в результате происходящих событий к нам доставлено 38 на сегодняшний день. На сегодняшний день в больнице находится 37 пациентов. 37 или 38? 37. А один умер? Один, к сожалению, умер. Откуда умер? Это пострадавшие с Жанузеней. В щитпе ночью к нам доставили на трое пациентов. Тоже с уменьшительными ранениями? Все трое пациенты с уменьшительными ранениями. А скажите, из тех, кого повезли, там были люди гражданские или были и полицейские? И гражданские, и полицейские были. Но полицейские не были самоустроенными ранениями? Да. У него тяжелая травма, он сейчас находится в реанимации. Один полицейский, да? Да. А вам хватает ресурсов, чтобы справляться с таким потоком? Да, абсолютно. А давай еще в больнице переполнен. У вас больница полностью? Нет. У нас достаточно свободных мест для принятия на случай. Зам главврача в беседе без камеры осудил стрельбу против безоружных. Как можно стрелять в людей, когда человек самый ценный, отметил он? Однако врач отказался озвучить это свое мнение на камеру. Операторы связи начали работу по восстановлению линий связи и работоспособности телекоммуникационных сетей в городе Жанаозен. Об этом сообщает Министерство связи и информации Казахстана. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что проблемы со связью в городе Жанаозен, Мангистаусской области и других районах Западного Казахстана возникло в связи с массовыми беспорядками, произошедшими 16 декабря. В ходе беспорядков линии связи были повреждены. Услуги фиксированной телефонии в настоящее время предоставляются. Однако из-за большой перегруженности сети связь также периодически пропадает, говорится в сообщении Минсвязи. Между тем, руководитель интернет-ассоциации Казахстана Шевкат Сабиров в своем интервью агентству новости Казахстан заявил, что государственные органы могут отключить интернет-сети и средства связи, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности. Госорганы могут требовать и оперативно предпринимать любые действия, чтобы обеспечить выполнение поставленных перед ними задач, даже таких, как отключение сетей и средств связи, через которые осуществляется обмен информацией. Видимо, у наших силовых органов возникла такая необходимость для недопущения распространения непроверенной, недостоверной информации в самый острый момент, заявил Шевкат Сабиров. ОБСЕ призывает власти Казахстана провести прозрачное расследование событий в городе Жанаозен. С заявлением выступил действующий председатель организации Аудронюса Жубалис. Он выразил обеспокоенность по поводу ожесточенных столкновений в городе Жанаозен и отметил, что свобода мирных собраний является фундаментальным требованием для демократического общества, а любые меры по контролю толпы правоохранительными органами должны быть соразмеримы и в соответствии с международными стандартами прав человека. Число подтвержденных случаев смерти – очень тревожный фактор. Я призываю власти Казахстана убедиться, что расследование этих событий ведется прозрачно и с полным уважением к правам человека. Я выражаю соболезнования семьям погибших, и я настоятельно призываю все стороны сопротивляться дальнейшему насилию. Казахстанская оппозиция за рубежом опубликовала свое обращение относительно трагических событий в Жанаозене. Бали Мажец, руководитель организации, выразила поддержку бастующим и семьям погибших. Также в заявлении было отмечено, необходимо в ближайшее время остановить кровопролитие, вывести войска и снять информационную блокаду с Мангистауской области. Между тем, представитель зарубежного бюро считает, в стране необходимо объявить траур по погибшим мирным жителям. Мы обращаемся к властям в одном из пунктов, чтобы объявили в стране, в Казахстане, траур. Это будет и дань памяти для тех погибших мирных жителей, против которых применили военное оружие в мирное время. Поэтому я просто уверена, что власти Казахстана, если они цивилизованные, должны обязательно объявить траур по погибшим. В Москве через социальные сети организовали акцию у посольства Казахстана. Молодые люди пришли, чтобы возложить цветы к дверям депредставительства, в память о погибших в Женаузине нефтяниках, выразить солидарность с казахстанскими рабочими. Подобные акции также провели в Лондоне, Киеве и Бишкеке. Ну, это братская нам страна и братский нам народ, и поэтому мы здесь. И, кроме того, мне не безразличны все подобные случаи, когда какие-то демонстрации там расстреливаются, или когда власть абсолютно не ставит ни во что, а свой народ, и так себя ведет. Я бы, ну, где однозначена ситуация, я бы в любой стране такие мероприятия проводила, потому что просто гражданская солидарность. Субтитры создавал DimaTorzok